Братья и сестры, приветствую вас, мир вам! От молитвы здесь, молитвы об Украине, о нас в Одессе, и я искренне благодарен всем, кто молится, кто переживает о нас и молится о нашем служении там, благодарен Богу. Жизнь сложная, но с как-то упованиями, надеждой на Бога, вот день от дня мы проживаем этот период. Теперь я бы хотел, чтобы мы вместе с вами еще порассуждали над одним коротким текстом из Библии, и в какой-то степени это будет продолжение первой проповеди, потому что это будет первое послание Иоанна, тоже мы видим тот же евангелист, и в самом конце мы будем читать короткий стих, но перед этим маленькое видение для того, чтобы предварить мою проповедь некими рассуждениями, рассуждениями о теме проповеди и вокруг темы проповеди. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы в, вот я в короткой своей проповеди, я надеюсь, она будет не очень длинная, хотя у нас еще есть время, мы поговорили о нашем отношении к различного рода идолам, и, конечно же, мы будем говорить не о древних языческих идолах, не думаю, что это достаточно насущная сейчас проблема, чтобы поднимать ее на церковном служении. Хотя, мне кажется, иногда вот что среди верующих, особенно среди пожилых людей, если проблема есть, то она, скорее всего, исходит от таких народных суеверий. Иногда даже среди верующих людей такое есть, и об этом надо и проповедовать, об этом надо размышлять. Если у вас есть это тяготение к тому, чтобы, да, вот послушать кого-то, там какой-нибудь гороскопик или еще что-то, вот этого надо избавляться, надо каяться пред Богом за такие увлечения. У меня вспоминается один пример, пример, который привел пастор моей Одесской церкви, уже покойный ныне, Виктор Васильевич Логвиненко. Он рассказывал, как раз проводил тему, да, вот на подобную тематику, речь шла. И он говорил о том, что бывает и среди верующих такое-таки увлечение. Он говорит, как-то было, что он шел впереди двух сестер, две пожилых сестры, и одна из них, и, говорит, так получилось, что он, да, вот часть разговора услышал. Одна говорит, слушай, какие-то, какая-то, да, преследует меня, то ли темная сила, то ли что, то ли уныние какое-то. Она говорит, что не знаешь, что делать, там, возьми, сплюнь три раза через левое плечо, и все, пройдет, да, вся нечистая сила, как снег по весне уйдет. И они так, это, знаете, такой бытовой разговор, казалось бы, и та вторая сестра ничего не возмутилась, они как бы дошли до церкви, начали слушать Слово Божие проповеди, и, может, наверняка и молились во время, да, вот во время служения. То есть, даже такие иногда вещи происходят, поэтому, если есть какая-то опасность, то, скорее всего, вот отсюда, из этих народных недр, что называется. Но мы будем сейчас говорить с вами о идолах, которые заманивают в свои сети очень многих людей и по сей день. Их очень много, я их всех не перечислю. Это, наверное, целый семинар большой, целый курс, да, вот такая идолология, чтобы говорить о них более-менее подробно. Но о них надо вспоминать, о них надо напоминать себе и другим как можно чаще, чтобы не оказаться в их цепких объятиях. И вот перед молитвой, перед тем, как мы помолимся, я бы хотел предложить всем нам поразмышлять об одном предостережении, которое содержится в самом конце, как я уже объявил, в самом конце первого послания Иоанна. Мы будем читать Иоанна 5.21, поэтому оператор, если можно, вы видите этот текст на экран, он вам знаком, и он короткий, потому что это несколько слов буквально. Дети, храните себя от идолов, аминь, говорит Иоанн в самом конце. Этот короткий текст является своего рода постскриптумом ко всему посланию. Я думаю, многим из вас знакомо чувство, особенно тем, кто постарше, кто еще помнит, как писать ручкой, да, потому что молодежь, вот там на балконе, вы наверняка уже, да, вот настолько часто пользуетесь всеми своими девайсами, что некоторые из вас наверняка, да, уже забывают, как писать ручкой. Ну, может, в школе вас заставляют, но помимо школы вряд ли. Так вот, те, кто помнит еще, да, как писались письма, да, вот в не такие давние уже времена, вспоминаете, как бывает такое легкое чувство досады, когда вы уже написали письмо, оно достаточно длинное, и вдруг вы забыли что-то очень важное в этом письме, да, вот упомянуть. И что вы делаете? Обычно в виде постскриптума, да, ПС, буковки пишете, или просто там внизу проводите линию и внизу как бы дописываете то, что вы хотите сказать своему адресату. Адресату. Я не знаю, так ли это было в случае с Иоанном или нет, но мы видим, что практически в самом конце уже законченного послания апостол Иоанн добавляет эти слова. Дети, храните себя от идолов. Эти слова стоят особняком. И это можно было бы сравнить, эти слова, с весточкой от любимого отца или матери. В самом конце письма вдруг мать или отец вспоминает что-то и начинает писать своему сыночку или своей доченьке. Сынок, дочь, не связывайся с этим человеком. Или держись подальше от кого-то или от чего-то. То есть будь осторожна. То есть для них это важно. Они там описывали что-то свое, но в конце они дают и такое важное предостережение. Я уверен, что такой совет или такое предупреждение не оставило бы равнодушным вот этого адресата, сына или дочь. Иоанн тоже таким же образом обращается к читателям. Вот очень ласковым словом. Дети или детки, дети, храните себя от идолов. И далее он заканчивает свое послание и этот маленький стих еврейским словом «Аминь». Да будет так или верно. Кроме этого, во всем послании мы не найдем ни слова об идолах. Это тоже интересно. И бывает так, что автор затрагивает какую-то тему, ее ведет и делает такое логическое заключение. Но здесь этот текст, он стоит особняком. И тот факт, что в этом последнем стихе послания находится единственное упоминание о том, что верующие должны хранить себя от идолов, говорит о важности этого совета. Для Иоанна и для Духа Божьего это было важно показать или донести до читателя вот как раз вот этот вот момент хранения от идолов. Так просто, без каких-либо оснований не пишут о чем-либо в практически завершенном письме или завершенном послании. И давайте мы попробуем отнестись к этому тексту особенно внимательно, так как наверняка к нему относились первые читатели. Вот просто попробуем вникнуть в то, что хочет сказать здесь нам, сегодняшним, в 21 веке, да, вот жителям Стурзовки, да, большой, мало и большой Одессы, да, уже теперь оттуда. Вот что хочет сказать Господь нам сегодня. От каких идолов Иоанн хотел предостеречь своих читателей? Говорит ли апостол здесь о деревянных, о медных, о серебряных, о золотых идолах, башках или кумирах, которым многие в Малой Азии тогда поклонялись в большом изобилии, очень ревностно. И это была проблемой всегда на протяжении веков и тысячелетий языческого мира. Апостол Павел неоднократно упоминает о практике поклонения таким идолам, когда, например, пишет об идолослужении или идоложертвенных яствах. Вот в первом послании Коринфянам, 8 глава, 10 глава, апостол пишет об этом неоднократно. И обращенные в христианство язычники продолжали жить, по сути, в той атмосфере, в атмосфере идолопоклонства, и они нуждались в мудром руководстве насчет того, как они должны были поступать по отношению к собственным практикам, которые они делали, практиковали до прихода ко Христу. То есть им надо было понимать, что делать и чего нельзя было делать. Известно, что Эфест, вот согласно церковному преданию, именно оттуда Иоанн писал своего послания. Там был городом, где жители поклонялись очень многим идолам. И эта тема была для них вполне актуальной, вполне близкой. Этих ли идолов имел в виду Иоанн? Я говорю, возможно. И, скорее всего, он имел в виду и этих идолов. Но это не исчерпывается, вот этот список не исчерпывается именно теми идолами, как я уже говорил, деревянными и прочими, сделанными из разных материалов. Идол вообще, в таком случае, вообще можно сказать, это что-то, занимающее место истинного Бога. Вот что-то, что занимает место истинного Бога. То есть мы поклоняемся не истинному, живому Богу, а поклоняемся какому-то, я бы сказал, заменителю этого Бога. Делая вывод для нас сегодня, можно сказать, что все, что заменяет или затмевает Бога в нашем сердце, еще раз, заменяет или затмевает Бога в нашем сердце, суть идол. Это идол. Идолопоклонником, таким образом, является человек, чьи интересы, чья жизнь направлена не к Богу, а к чему-то другому. К личности или вещи, или идеи даже, можно сказать. Вот она направлена к чему-то другому. И этот человек поклоняется этой вещи, идее, личности, как Богу. Хотя он может в этом иногда не признаваться. В том-то и дело, что человек может отрекаться от этого, говорить, да нет, ничего подобного. Но на самом деле так оно бывает. Ну, мы знаем, сейчас это и во все времена, это мамон, это богатство, это слава, наслаждение, классические, да, идолы, работа иногда для кого-то. Бывает работа для некоторых людей, это, по сути, то, чем живет человек. Он заполняет все пространство жизни человека, становится главным в его жизни. Некоторые увлечения, искусство, образование даже для некоторых. Книги, да, вот наполнение ума. Для некоторых это становится идеей фикс, оно и становится, я бы сказал, самым главным. Чем живет, ради чего живет человек на земле. И мы видим, что сейчас эта проблема, особенно это связано с современными технологиями. Когда я писал эту проповедь еще много лет назад, в оригинале она еще была произнесена, наверное, лет 10 назад, если не больше. Да, вот тогда мне попалась информация, которую, возможно, сейчас уже ее надо было бы переписать и добавить еще более, наверное, страшные данные. Но тогда, в то время, да, вот была информация, что к 21-летнему возрасту мальчики проводят приблизительно 10 тысяч часов, играя в компьютерные игры. То есть для того поколения еще, да, вот я уже не говорю о нынешнем, это была страшной проблемой. И ученые говорили о том, что проблема настолько страшна, что они замечают изменения в мозге своих подопечных, своих клиентов, когда они исследуют его. То есть на самом деле мозг меняется, то есть он подстраивается уже под совершенно новые цели, новые задачи. Эти цели и задачи – это прежде всего удовольствие, это некий прилив адреналина, то есть это волнение для того, чтобы немножечко тряхануло хорошо, для того, чтобы испытать вот это вот чувство, что у вас есть некий риск, что есть нечто, что заставляет вас нажимать на эти кнопки и так далее. И это постоянная жажда стимуляции, да, вот именно тех областей мозга, которые заставляют, которые выбрасывают этот адреналин, которые заставляют человека, испытывают эти острые ощущения. Вот и это становится уже болезнью, это становится серьезной болезнью, настолько серьезной, что уже тогда, я говорю много лет назад, исследователи предупреждали, били во все колокола о том, что эти мальчики, становясь юношами, взрослее, они не способны нормально налаживать отношения с окружающим миром, с противоположным полом. Они не способны общаться, они не способны находить те точки соприкосновения, потому что они живут в своем виртуальном мире. За эти 10 лет ситуация не улучшилась, она стала хуже, потому что к этому добавилась еще сейчас очень серьезная проблема, проблема социальных сетей, проблема всевозможных, да, вот каких-то дополнительных разных моментов, связанных с искусственным интеллектом. То есть, молодежь сейчас осваивает искусственный интеллект, программы искусственного интеллекта и так далее. Многие пишут курсовые работы, да, сдают проекты, используя программы, где наличествует искусственный интеллект, так называемый AI. И это становится серьезной проблемой, это становится серьезной проблемой. Поэтому те сведения, которые когда-то я вычитал много лет назад, сейчас их надо умножать в разы и говорить о том, что проблема стала еще более серьезной. Да, иногда об этом шутят, мне вспоминается, да, опять-таки, небольшая история, смешная история. И эта история справедливая, потому что, говорят, в Америке, да, вот я читал, была женщина, которая настолько устала от мужа, лодыря, да, и человека, который постоянно играл в компьютерные игры, сидел в интернете целыми днями и абсолютно ни о чем не беспокоился, что она даже, да, вот делала такое объявление на сайте электронных, да, вот извещения или объявлений, продаю своего мужа, то есть ему 22, он любит есть и играть в компьютерные игры, просто в обслуживании, просто кормите его и давайте ему воду каждые 3-5 часов. То есть для того, чтобы вот оно было как-то продаваемо, да, она показала даже и достоинство, потому что он просто в обслуживании, то есть надо было чуть-чуть покормить каждые 3-5 часов от безвоживания, обезвоживания его спасать, надо водичку давать ему. Таким образом, знаете, как вазон поливай и будет тебе счастье. Но, возможно, помимо вот этих вот классических, так скажем, идолов, которым тяготеют люди во все времена, есть еще нечто, о чем следовало бы сказать. И это нечто не менее серьезное, на мой взгляд, это даже более важное. Возможно, апостол здесь пишет не о каких-либо материальных объектах поклонения или обожания, хотя такие вы действительно представляли и представляют огромную духовную угрозу, о неких лжеобразах Бога, ложных представлениях о Боге, в изобилии распространяемых тогда, особенно в Ефесе, особенно уже в те времена, когда стал поднимать голову такое явление, как гностицизм, гностики, которые говорили, что помимо, вот так скажем, библейского, вот здесь вот откровения, должен быть особый гносис, то есть вы, есть знание для, так сказать, второсортных, а есть знание для элиты, то есть знание, особенное знание, особый гносис, который, при помощи которого вам откроется особое благословение, так скажем, особый трек, особый путь к Богу, и они под соусом вот такого рода Евангелия подсовывали иногда ложные представления о Боге, подсовывали совершенно другое Евангелие, совершенно другого Христа. И вот косвенным подтверждением этому могут быть предыдущие слова Иоанна об истинном познании Бога. Вот мы сегодня слышали, да, вот о нашем Господе Христе как пастре, и мы как овцах паства Его, которые знают друг друга, Он знает нас, мы знаем Его. И Иоанн здесь продолжает эту тему, тему знания. Он говорит об истинном познании Бога, свете и разуме, данном Иисусом Христом всем верующим людям. И об этом он пишет немножечко выше. И таким образом, идолам, уже включая вот это понимание, может быть любая идея о Боге, которая противоречит библейскому учению об откровении Бога в личности и служении Иисуса Христа. Вот любое, что-то такая идея, которая противоречит Библии. Вот и тогда у нас понимание идола немножечко расширяется. И тогда мы начинаем замечать разные другие голоса, мы начинаем задумываться, а что это такое? Какого Христа, какого Бога проповедуют эти люди? Сейчас в YouTube у нас есть благословение, у нас есть возможность записать проповедь, выставить ее в YouTube, у нас есть возможность слушать хороших проповедников. Но помимо этого, есть возможность, да, вот со знаком минус, попасть на какого-то, да, вот с человечка, который будет нести совершенно иное Евангелие. Сделать это уверенно, делать это красиво, с примерами, с иллюстрациями. И ты смотришь, оказывается, там тысячи, десятки тысяч просмотров, огромное количество лайков. Значит, кто-то это смотрит, значит, кто-то это потребляет. А ты слушаешь, ты понимаешь, что это не библейский Христос. Это Христос, изобретенный либо какой-то группой, либо каким-то человеком. Христос, поданный какой-то одной гранью за счет умоления всех других его граней. Итак, интересно, что одним из значений слова идол является идея изображения, или образа, или призрака. Иоанн как будто говорит, что верующие во Христа, просветленные светом, да его откровения, является или светом разумом Христова. И об этом он пишет, кстати, в 20 стихе, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Так вот, верующие могут столкнуться с этим иным Евангелием, с другим образом или представлением Бога. И верить в такого Бога, и такого Христа, значит верить в идола. И следовать за таким Христом, значит идти вслед идолов. Я вспоминаю свою первую проповедь, да, вот здесь, и это было уже достаточно давно. Ну, это было в конце 93-го года, осень 93-го года. Я подготовил проповедь, произнес для себя несколько раз ее, так сказать, прогон сделал несколько дома, записал 7-8 минут. То есть я знал, что примерно 7-8 минут, да, вот она будет. И потом я уже вышел произносить ее, конечно, она у меня получилась короче, как у всех начинающих проповедников, у большинства. Думаешь одно, по факту получается другое. Спасибо. По факту другое. И в конечном итоге она получилась минут, наверное, 6-7. Ну, проповедь, я тему запомнил, проповедь как раз о лжеобразах Иисуса Христа в так называемом Евангелии свидетелей Иеговы. И когда сейчас вы вникаете в то, что говорят иеговисты в отношении Христа, вы понимаете, что есть большая неувязка между их проповедью и библейским, евангельским образом Христа. Вы понимаете, что Христос этой, да, организации, это не Христос, способный спасать, это не Христос, который умер и отдал жизнь в жертву за искупление наших грехов. Это другой Христос. Это не Сын Божий, вечный Бог. Это Бог с маленькой буквы «Б». И когда вы начинаете сопоставлять, сравнивать, искать, вы понимаете, что это идол. Они в этого идола верят, но это не живой Бог. За этим существом нет всего того, что мы читаем в Евангелии. Да, и об этом мы должны говорить, об этом мы должны помнить. У подобных идолов сегодня много, миллионы жертв. О них верно очень подметил апостол Павел в послании к римлянам. Он связал поклонение и служение твари вместо Творца с заменой истины Божьей ложью. То есть эти люди в какой-то момент заменили истину Божьей ложью. И продолжали поклоняться ей, да, вот этой лжи как истине. Это проблема, но они этого не замечают. И таким образом, идол – это не только деревянный божок, это не просто терафим, находящийся рядом с алтарем в языческом капище. Это еще и духовная ловушка лжи. И это извращенная истина человека о Боге. Это что-то такое, что человек извратил и представил в виде истины, но на самом деле это не истина. И об этом надо говорить. К сожалению, об этом мы нечасто проповедуем и говорим. Итак, Иоанн призывает нас хранить себя от идолов. И вот это слово «хранить», оно переводится здесь у нас как «хранить», но и может иметь еще несколько значений. Одно из значений – это «старожить» или «беречь». Оно, например, употребляется в Евангелистом Лукой во второй главе, когда речь шла о ночной страже пастухами у стада. Вот они стерегли стада. Вот такая же идея. Или, например, в 12 главе «Деяний», там, когда шла речь о стережении узника в тюрьме, о том, чтобы сторожить, стеречь узника в тюрьме, тоже, опять-таки, необходимо было следить все время, чтобы этот узник находился там, где он находится. И те, кто читал это послание в I веке, они понимали, о чем идет речь. Они понимали, что им надо было приложить все усилия, чтобы сохранить себя от идолов. Не просто так, ну, я и поклоняюсь, и поклоняюсь, и слава Богу. Они должны были очень осторожно, очень настороженно даже где-то в некоторых вопросах подходить к этой теме. Подобно пастухам, которым приходилось тогда, или приходится сейчас бодрствовать, чтобы сохранить стадо от волков, от медведей, других диких зверей, мы должны быть на страже своей души, сохранять ее от идолов. И это активное действие. Это не просто пассив, да, я сижу, и меня ничего не касается. Это активное действие. Сторож – это активное существо, это активный, да, то есть работник. Это не человек, который спит, хотя есть и такие сторожа, да, которые хорошо ложатся и спят всю ночь, и все нормально. Нет, это тот, кто все время следит, все время в ожидании того, что что-то может произойти, потому что эти идолы, они не замедлят представить перед нами в манящем свете, в таком светящемся свете. Это не что-то ужасное, это очень часто очень заманчивое. И вот как с ними бороться? Давайте несколько слов скажем и об этом. К сожалению, нет одноразовой вакцины от искушения идолами. Вот если бы она такая была, вот один раз и навсегда, и на всю жизнь. То есть бывают люди десятилетиями ходят, нормально все, и потом происходит какой-то сбой. И не всегда сам человек способен понять, откуда, почему произошел этот сбой, почему это произошло. А тем более окружающие, они не всегда могут это видеть. И подобно вирусам-мутантам, ускользающим от такого лечебного воздействия посредством разных медицинских препаратов, идолы тоже могут явиться в самом неожиданном виде. Поэтому всегда надо быть на чеку. Все, что пытается вытолкнуть Бога, живого истинного Бога на задворке нашего сознания, нашей жизни, должно вызывать у нас настоящую тревогу, настоящую, это чувство, встряску такое. Что-то происходит. Что-то происходит в нас и с нами. И, конечно же, Дух Божий никогда не оставит нас без предупреждения. И вот к этому голосу Духа Божьего тоже надо прислушиваться. Потому что, если мы его игнорируем, в какой-то момент мы можем видеть, что этот Дух Божий, именно за нашей толстокожестью, он может проникать в нас все реже и реже. Потому что эта толстокожесть приобретается посредством грехов, посредством какого-то, я бы сказал, нездорового отношения к нашему собственному, душу нашей, к Духу нашему. И тогда, в таком случае, мы начинаем все дальше и дальше отходить от Бога. Удивительно, мы часто проявляем, братья и сестры, я говорю обо всех, включая себя здесь, что мы часто проявляем легкомыслие. Несмотря на то, что мы прекрасно осведомлены, откуда исходит опасность, и кто наш сторонник, и кто наш противник, мы часто как-то вот игнорируем вот эту тему. Знание, и вот тут вот надо несколько слов сказать и о знании, потому что об этом мы сегодня говорили уже довольно много. Знание само по себе не является панацеей в подобных случаях. Говорю это как человек, который уже не первый год вовлечен в процесс богословского образования, и знание играет огромную, огромную роль, но одного знания мало. Несмотря на то, что Иоанн минимум 20 раз, вот если вы посчитаете, вот сколько раз он говорит о знании, так вот минимум 20 раз повторяет фразу «мы знаем», «вы знаете», «мы знаем» и так далее. Он говорит об истинных мотивах сатаны, о нашем положении во Христе, о развлечении духов истины, лжи, духов заблуждения. Тем не менее, в самом конце, после всех тех «мы знаем», «вы знаете», он говорит «дети, храните себя от идолов». Употребляя фразу «мы знаем» последние два раза, в 19-м и 20-м стихе, вот этой последней главы, Иоанн пишет следующее. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Действительно, мы все это знаем. Мы с вами это прекрасно знаем. Более того, мы познали на опыте, что все это, но знание не освобождает от ответственности, знание не освобождает нас от необходимости быть на страже собственной духовной жизни. И это действительно так. То есть, это не, я бы сказал, ответственность церковного совета следить за тем, кому вы поклоняетесь, как вы представляете себе то, да, то существо, в которое поклоняетесь. Это не ответственность мужа или жены, хотя они тоже должны друг о друге заботиться. Прежде всего, это ваша ответственность, потому что перед Богом каждый из нас даст отчет за нашу собственную душу. За нашу собственную душу. У Крылова, помимо множества других интереснейших, прекрасных, поучительных басен, есть одна, которая называется «Оракул». Интересная басня, потому что в ней рассказывается о одной удивительной метаморфозе, которая произошла с одним деревянным идолом, оракулом, который изрекал некие изречения, изречения, да, вот люди подходили к нему и слышали, как этот идол что-то говорил. Ну, естественно, идол был не пустой, потому что за ним, там, сзади, сидел один из монахов или один из, да, вот, жрецов, так скажем, и вот он говорил. И что интересно, вот Крылов в свойственной его манере говорит, что вот пока был умный жрец, то все было нормально, да, то есть, но как засел глупый, то пошли, пошли, начались проблемы. Он говорит, и кто к нему зачем не подойдет, а оракул наш что молвит, то соврет. Но так как, что всякий девовался, куда пророческий в нем дар девался. То есть, куда исчез пророческий дар. И в конечном итоге, да, вот, выясняется, что даже в таком случае, когда вот нужен все-таки умный человек, он всегда нужнее глупого. Потому что даже здесь, в деле обманывания других людей, умный предпочтительнее глупого. И, да, в конечном итоге, да, у него такое очень меткое заключение. Я слышал, правда, будто встарь, судей таких видали, которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь. Идол сам по себе, пуст, да, вот само по себе, вот эта вот плоскость пуста. Но, то есть, он без души, без содержания, без сути, без истины, но он то и дело становится вместилищем разного рода бесов и бесенят. То есть, он становится, он инструментом для этих темных сил, для того, чтобы увлечь кого-либо из верующих за собой. Оступившись один раз, мы слабеем и делаем нашу духовную, иммунную систему более слабой, более уязвимой. Все может начинаться с незаметных, на первый взгляд, невинных вещей и увлечений, но постепенно наше увлечение может раздуться до таких размеров, что затмит весь наш духовный горизонт. Братья и сестры, и это серьезно. Мы можем, да, цитировать Крылова, можем шутить, но это серьезно, потому что так это часто и бывает. С одной стороны, это какой-то интерес, послушай этого пропоедника, смотри, как он интересно говорит, смотри, вот этот необычный взгляд, иногда в погоне за сенсационностью, за новизной, за какой-то свежестью. Я замечаю, что бывает, что люди начинают делать шаги, но шаги не к Богу, а в сторону от Него. И таким образом, этот идол становится слишком уже, слишком сильным, слишком могущественным в жизни этого человека, чтобы он мог сказать нет ему. Был такой французский писатель, Гюстав Флабер, и он прекрасный писатель, но мне понравилось одно его изречение, он говорит, не прикасайтесь к идолам, их позолото останется у вас на пальцах. Их позолото останется у вас на пальцах. И это, я бы сказал, в заключении, это предостережение каждому из нас, для того, чтобы не пришлось думать потом, как смыть эту позолоту, что теперь с этим всем делать, давайте воспримем, как руководство к действию. Именно в буквальном смысле, руководство к действию слова Иоанна. Слово Божье. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.